Динамо Дальше прострел, шайба летела, кстати, в пустой угол, но Самойлов среагировал. Это первая пауза в сегодняшней игре. Попытается вывести ее из зоны. Активное подключение Яроша, вот он шанс, причем вполне неожиданный, и это гол! 1-0, Северсталь забивает. Это начинается с активного подключения защитника Яроша. Основым пытался вывести шайбу из зоны или просто сыграть на борт, но Ярош подключился, скинул ее тут же на пятак, где находились партнеры по команде. Вот рикошет, скорее всего, от Сушко, и в дальнейшем Рожков и Моисеев пытаются ее добавить, но я допускаю, что именно Рожков последним шайбой коснулся. Ташевалов посматривает на партнеров, прострел вперед. Еще одна передача, блестящая комбинация с потенциально голевым завершением Андрея Чуркина. Очень вовремя, прям там, где нужно, возле ворота катался Чуркин. И партнеры. В качестве автора гола Кристиана Яроша. Посок низом, близко, очень близко был Филипенко к тому, чтобы ее переправить. Но переговорить Колосова пока не получается второй раз. Напомню, что на днях была очень такая драматичная и важная победа у себя в Сталибе в Нижнем Новгороде. Об этом позднее. Волков направо, и в итоге Кадола. Мог момент завершать, ну, хотя бы броском в створ, но, по-моему, не попал. Основен, перекладывает, катит на пятак. И здорово вылез. Шайба там все-таки уже прижата. Да, это было видно. Самойлов ситуацию четко проконтролировал. И не точно, но здесь скорее стоит похвалить игрока Динамо, который оттеснил самого Ильина. Но все равно он пошел до конца и забил 2-0 в пользу Северстали. Это Михаил Ильин. Вроде бы шайба была у минча, но именно Ильин очень грамотно сыграл по позиции. Ильин смог перехватить шайбу при этой передаче, когда она шла на защитника Бринкмана. И тут же вырвался на пятак, где было пространство, чем он великолепно и воспользовался. Не позволили сделать точную передачу. Еще один ответ Северстали. Пас в центр. Возврат. И какой был шанс у Думбадзе? По сути, перед ним пустой створ. Но, видимо, сегодня Северсталь будет забивать только в результате голов. Как мы видели, вот моментов с Ильиным, там, с Ярошем. Северстали есть заметное превосходство в плане владения шайбы, но по броскам нет. И вот к чему все это приводит. 1-2 забивает Минское Динамо шайбу из зоны. Вот здесь вроде бы она была у защитника, но он находился под давлением. И как раз по позиции здорово сыграл уже Кузнецов. Смог оформить перехват. После потери защитника Северстали убежал вперед. И даже особо не сближаясь, к слову, с вратарем, блестяще попал примерно под ловушкой Александра Самойла. Ну, плоховато начали, пропустили два быстрого гола. Вот, не сказал бы, что как-то они что-то сделали. Мы больше как-то ошибки. Ну, из-за своих ошибок пропустили бы шайбу. Все очень четко. Диагональ одна, другая. Коростелев принял, вошел, бросил с кистей. И шайба отскакивает на партнера. Здесь Буринов низом шайба не прижата. При этом его Торке теперь забирает ее колосом. Одну ногу свел с другой, и все. Там уже никак не подобраться. Но вообще шанс-то был неплохим. И все началось с броска, да и с прохода Коростелева. На самом деле, вполне мог тот же Думбадзе оформить перехват. Именно он бросает. Как хороший Рожков. Передача и сделал точный пас на партнера. А это уже Меркли в обратную сторону. Ник Меркли, пауза, передача. И шайба не зашла, а здесь тоже нет. Вот она, быстрая атака с перехватом Меркли. Такое интересное катание при входе в зону. Передача, и вот она практически по линии прокатилась. Причем и сам Меркли впоследствии мог забивать. Я уж не знаю, там бросал ли Волк. Полагается Хэмилтон. Притормозил, сделал перевод налево. И оттуда идет бросок. Шайба возле Самойлова. Но подбирает ее Тимофей Давыдов. Рожков. Вновь вперед. Прострел на Моисеева. Оттого опережает. Джихребдаун. Илья Иванцов возвращает защитнику. Коростелев с кистей здорово. И в отношении однако Северсталей. И в плане сейва Алексея Колосова. Иванцов уходит за лицевую линию. Прострел по борту. И нама. И около полутора минут всего у Северсталя. Думбадзе. Вот он шанс передачи. Рожков. Возврат на Думбадзе. И гол. 3-1 в пользу Северсталя. Все-таки он сегодня забил. Очень долго Северсталя оборонялась. Много сил гости потратили на игру в обороне. Но вы гляньте, что они нарисовали. Думбадзе и Рожков. Думбадзе отдает. Рожков, наверное, скорее даже возвращал на партнера. Но рикошетом от клюшки вратаря. Шайба и заходит в ворота Минского Динава. Тимофей Давыдов на синюю. Седов оттуда. Гол. 4-1 в пользу Северсталя. Судя по всему, это именно гол в исполнении Никиты Седова. Как раз четвертый гол Седова в этом сезоне. Перевод на синюю. И тут же он набрасывает в момент, когда возле вратаря прокатился Илья Иванцов. Но вот мне показалось, что это именно прямой бросок. То есть, да, касание было, но не Иванцова и не Ширкевича. Далюка не первая подобная атака при участии ребят четвертого звена. Вот еще один шанс. Подшивалов с неудобной, но его в рамках правил останавливает защитник Минского Динамо. И вот так. Сирена об окончании второго периода достает Северсталя в атаке. Я думаю, что Минск просто был быстрее, чтобы уничтожить бокс, быстрее на 4-чек. Как я сказал, мы уничтожили много шансов. Они уничтожили какие-то посты. Ник уничтожил очень хорошую шанс. Мы, я думаю, немного счастливы, чтобы быть в этой позиции. Но, как я сказал, мы уничтожили сейчас. Надо выйти в третьем и закончить работу. Минск хорошо двигает шайбу. Хороший форчек. Поэтому где-то мы позволили такие моменты задавать. Вот у Нико был хороший момент. Где-то нам повезло. Но нам остается играть собранно в третьем периоде и довести дело до конца. При счете 1-4. Плюс три гостя впереди. Вот он шанс Кадолы перевод в центр. Возврат. Ой-ой-ой, какой шанс был у Кадолы. Я уж не знаю, целенаправленно ли там партнер отдавал обратно на дальнюю штангу. Ну, его Жихарев и Кадола. И проблемы некоторые возникли. Вот он шанс убежать. Александр Волков один на один. Волков. И он попадает. 2-4. Но тут же ошиблись. И Волков за это наказал. 16-й гол в этом сезоне. Да, по центру все-таки. Вот именно так по прямой. Скорость проще набрать. Все были соперники довольно далеко. И в результате этого он смог сделать все здорово. Но и Хэмилтон от лицевого борта точно в крюк. Волков именно этого и ждал. Убежал и забил. Денисов. Короткий пас вперед. Кадола. Вновь через защитника. На правой Волков. Касание. Но на месте галкипер Александр Самойлов. А у нас еще один обединик на трибунах. С разворота отдавал. Тут же на подборе партнер, кстати. Причем это партнер именно по тройке нападения Михаил Ильин. И в итоге броском атака заканчивается. Швили. За рисовую. Там играет Мороз. Передача в касание. Попытался бросить Кузнецов. Формально бросил. Но до створа доставить шайбы не удалось. Перевод на синюю. Шинкевич бросает подготовленный вроде бы бросок, но не в створ. Команда перевод на правый борт. Дальше переклад Северстарей. Причем без офсайда. Рожков назад. И еще один бросок. Реагирует Вильмакин. Четко сыграл скинув шайбу Чуркину. Чуркин оставляет Моисееву. И тут же бросок в ближнюю девятку. Ловит шайбу Игорь Вильмакин. И вновь ставит игру на паузу. Кузнецов. Так обыграл красиво. Низом довел шайбу до ворот. Но без продолжения. Почти 18 минут. Бросок низом. Реагирует голкипер Динамо. И вот, пожалуйста, бросал в этой ситуации именно Пилипенко. Шанс хотя бы один бросок произвести. Но далековато от Аймурзена шайба здесь была. Вновь довольно быстро проходит период. И заканчивается игра с отсчетом 4-2 в пользу Северстали. Да, хорошая победа. Играли сильные команды, укомплентованные. И для нас это было, опять же, мы не накануне. Играли с торпеда перед этим Динамо Минск. Это важные матчи в психологическом и спортивном плане. Динамо Минск.